лабораторная работа схема с пятью впаянными резисторами очный тур 2019 год найти нужно сопротивление резистора r1 r2 r3 r4 если впаян сюда мультиметр который можем использовать в режиме вольтметра и в режиме амперметра и можем подсоединять источник в какие-то из данных пяти клемм 1 2 3 4 5 в другие места к сожалению источник не ставится а вот сюда легко подумай попробуй а потом посмотрим начнем с того что найдем сопротивление резистора r3 подключим напряжение так чтобы найти сопротивление резистора r3 основной ток идет через амперметр и через резистор r3 тогда чтобы найти сопротивление на резисторе r3 нужно разделить напряжение на ток но добьемся большей точности повысив покрутив мультиметр 200 миллиампер в пределах 200 миллиампер мы еще сможем что-то найти но хотелось бы выбрать значение по точнее для этого опустим напряжение так чтобы сила тока у нас было меньше чем 20 вот например 16 4 тогда когда я переключусь в следующее значение мультиметра здесь точность увеличится на единицу получается что сопротивление r3 равно делить на и и мы делим 7 вольт на 16 целых 36 сотых на 10 минус 3 так как в данном режиме мультиметр мерит в миллиамперах мы получаем это значение и это значение нужно еще домножить на 1000 таким образом получится 427 целых восемь десятых ом хорошо аналогичным образом найдем сопротивление резистора r2 подключим теперь напряжение сюда и в данном случае у нас идет ток через резистор r2 через амперметр и через резистор r3 обратно возвращается таким образом мы также можем найти сумму сопротивление резистора r3 и r2 r3 плюс r2 равно у делить на и 7 делим на 10 целых 53 сотых и получаем 664 ом а так тут тоже лучше дописать 664 целых 7 десятых ом а тогда чтобы найти сопротивление на резисторе r2 вычтем из общего сопротивление сопротивление резистором r3 664 7 минус 427 и 8 Получается 236,9 Ом Нашли? Нашли Теперь нужно найти сопротивление резистора R1 и R4 С ними чуточку поинтереснее Подключим теперь напряжение сюда И посмотрим, как у нас идет ток Во-первых, он теперь выдает ошибку Понизим напряжение еще чуть-чуть И вот теперь мы обратно в нашем же диапазоне до 20 мА Теперь у нас ток идет через мультиметр И проходит через резистор R1 и обратно возвращается Конечно же ток идет еще и через R1 и R4 по данной ветви Но в параллельной цепи напряжение у нас одинаковое Для понимания нарисуем схему, которая сейчас у нас собрана Источник А дальше от источника у тока есть два пути Первый вариант идти на амперметр Второй вариант идти на резистор R1 и затем на R4 После амперметра у тока есть только вариант идти на сопротивление R1, чтобы обратно вернуться к источнику Здесь R1 и схема замыкается Напряжение в параллельной ветви у нас одинаковое Поэтому, чтобы найти сопротивление на резисторе R1 Мы знаем, что здесь у нас 5 вольт И здесь тоже у нас будет 5 вольт И здесь тоже 5 вольт Тогда сопротивление на резисторе R1 будет равно Напряжение 5 вольт делить на показания амперметра 5 вольт делим на 18,52 и не забываем домножить на 1000 269,97 Вообще можно сказать, наверное, 270 лучше 270 И остался резистор R4 Для этого подключим схему волшебным образом Резистор R4 находится параллельно с амперметром И поэтому здесь нужно догадаться, как же подключить напряжение Так, чтобы ток шел через резистор R4 и амперметр Сделаем вот так Но тут я перепутал клеммы На самом деле разница здесь невелика Так, пока не знаю Так, наверное, повернем его И смотрим, что у нас происходит Идет ток через амперметр На резистор R1 Потом на R4 и возвращается Часть тока, конечно же, идет и через резистор просто R1 и возвращается Но нас интересует сопротивление R4 Поэтому мы рассматриваем именно вот этот участок Также сможем найти тогда сумму сопротивлений резистора R4 и резистора R1 Поделив напряжение на ток 5 вольт Делим на 9,75 Получается 512 Ом И из 512 Ом вычитаем 270 Р4 Равно 242 Ом Вот и все Такая лабораторная работа И две таких лабораторных работы И у вас почти есть диплом на 100 баллов Вводим наши данные 270 236,9 427,8 И 512 Проверяем И с резистором 4 мы чуть ошиблись А потому что я написал Не то написал Надо написать было 242 А теперь проверяем А теперь все Огонь Редактор субтитров А.Семкин